В турнире «Зимние забавы» приняли участие порядка 50 человек из всего Татарстана, Москвы, Улан-Удэ, Свердловской, Иркутской областей и Югры. 7-8-летние спортсменки катались по программе третьего юношеского разряда. Эмилия Абунагимова 4 года занимается любимым видом. До этого в Екатеринбурге выступила достойно. В Казани, считает, показала, на что способна сегодня. В Казани я выступила хорошо, заняла 9 место. В Екатеринбурге тоже очень все хорошо получилось. Чуть-чуть там надо подправить что-то. Заняла первое место. Дарья Гущева третий год осваивает коньки. К своему вступлению в Казани отнеслась с долей критики. Естественно, были и падения, и сбивки, хотя в десятку сильнейших вошла. Теперь все мысли о будущих стартах. Необходимо подтянуть некоторые элементы. Я буду соревноваться в субботе. Буду ласточку вращения, буду и волчок, и прыжки, флип, риттбургер, и флип, и лутс. Для Софии Азарьянцы эти соревнования были не первыми. Признается, старалась, и все получилось. Я заняла шестое место. Я показывала прыжок, аксель, аксель, риттбургер, и лутс. Довольно выступили? Или, в принципе, есть над чем работать? Ну, есть чуть-чуть. На зимних забавах в Казани спортсменки соревновались на лучшей ледовой площадке республики. На этом катке проводился этап Кубка России по фигурному катанию. Здесь же проходят матчи континентальной хоккейной лиги. В этот раз была даже небольшая зрительская трибуна. Состязаться в одиночку, когда приковано все внимание судей и соперников, то еще испытание. Тем не менее, Лидия Ковалева отлично справилась. Результат – первое место. Любые соревнования – это оценка собственных сил. По возвращению домой фигуристки продолжают совершенствоваться. Впереди новые старты. У нас план календарный прислал президент федерации ХМАО. То есть в конце марта планируются старты в Мегионе. Возможно, мы куда-то еще до них соберемся, съездим. Если получится, проведем свои соревнования в конце февраля. Достойное начало года. Но обольщаться не стоит. Соперники не дремлют. Тоже готовятся и строят планы. Так что вся борьба еще впереди. Сергей Ефимцев, Евгений Скляров. Специально для новостей.